Если ты всего лишь играешь три года, там нет никакого опыта, просто мне говорят, иногда я сам предлагаю, что мне выйти отстрелить, иногда угадываю, знаю где я выхожу, отстреливаю, иногда не угадываю. Я понял, ну собственно хорошо, забавная конечно ситуация, но окей, самое главное то, что ты сейчас в финале и самое главное то, что ты подготовил камеру, которая будет снимать тебя, да, которую я вижу сзади стоит, да. И самое главное то, что конечно же у тебя просто свой какой-то стиль игры и он у тебя получается и тебе все подходит. Хорошо, давай, тогда жди, будь готов, я тебе еще наберу, будь онлайн, давай. Итак, это был Элио, сейчас мы с ним немножко поговорили и Данька возвращается обратно. Да, это был ребята Элио, немножко Данька зарос и мы с ними поговорили, вы свидетелями стали всего, все проходило на вас, на ваших глазах. Включаем мой стрим, да, чтобы не было сейчас у нас шутки, чтобы у нас было все серьезно, будем показывать сейчас твои серии, твоих моментов. На миде, вот стоит у нас парень, он типа не знает где кто находится, случайно видит в подвале одного, он бежит, включи, включи, внимательно, чтобы ты смотрел все. Затем Элин приходит на голову, уже зная, что есть один в яме, сразу делает кид, он ждет, не знает где справа, делает накидку и тут, это Миксея играл против тебя я, вот там на миде стою я, вместе с Пушером. Дело в том, что... Сейчас, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, договорите, мы потом тебе дадим обязательно слово. Мне прилетает сюда смог, смотри, видишь, смог прилетает вот сюда. Мне трудно понимать, но я, я хорошо. И вот когда прилетает смог сюда, таким образом, ты, тебя начинаю шить я, и прошиваю тебе до 40 хп, и ты в злость, в отместку прошиваешь с АВП вот через стену, четко прям видно, как ты это делаешь, что именно конкретно должен там чувак находиться. Конкретно ты выбегаешь, нацеливаешься на модельку, еще раз, это явно видно, вот этот софт твой, который встроен у тебя в мышке, мы это все знаем, и ждешь чувака, и начинаешь в него стрелять. Скажи, пожалуйста, у тебя был баг-бан в сорсе? Был. Был, да? То есть ты использовал читы в сорсе? Да. Симпл тоже. Симпл тоже, хорошо. Ты можешь найти... Ты можешь, ты можешь найти сколько угодно моментов, все знают, что ты читер, и эти все моменты уже давно тебя это подтверждают. То, что ты сейчас будешь тут сидеть, ухмыляться, это может тебе... это тебя не спасет. Значит, бежит у нас Эриан, убивает чувака, затем он выходит, делает релоуд, и вот тут у нас такой вот момент интересный происходит. 14-летний... Смотри, смотри, смотри. Что, смотри, 14-летний мальчик, который знает, играет три года в Counter-Strike. Из них уже получил баг-бан в сорсе второй аккаунт, он говорит, что его отжали, хотя есть уже от всех информация, что ты на этом втором аккаунте был, запалился с читами, на этом аккаунте у тебя новом только 500, 500 только часов. И сейчас тебе доказательства дают о том, что вот ты, смотри, что ты делаешь, ты выходишь, вот ты наводишься сейчас на модельку. Посмотрите, ребят, все, чтобы я не был ко мне претензий, вот он наводится на модельку, выходит, но стена мешает ему стрелять, он не стреляет, ждет модельку и начинает стрелять вдаль. Таким образом, лично от меня я могу тебе сказать, что ты, все, что я могу от себя сделать, это я тебя забаню на всех турнирах, на которых я имею какую-то возможность. То есть, и ты больше на турнирах не принимаешь участие. То, что касается твоего IP-адреса, то он уже вычислен, и ты знаешь, что я жил два года в Москве, и при желании, не знал, да, ну будешь знать, и при желании у тебя будут определенные проблемы. Своя команда и ты дисквалифицированы с этого чемпионата за читы. Скажи спасибо своей команде, а пусть команда скажет тебе за твой, то, что ты ее так подставил. Собственно говоря, я тебе сказал, ты уже не можешь этого доказать, потому что вот тебе все, все примеры, и тут банально все это видят, что я ты игрался в том, дураку может быть непонятно. Ты можешь сидеть сейчас, краснеть, отговариваться, говорить, я этого не делал, но уже все игроки, профессионалы Counter-Strike знают, что ты читак. Удачи тебе, давай, пока в Counter-Strike в комьюнити тебе больше нету места. Читакам мы места больше не даем. Скажи, ну скажи. А если я приеду на ланд, играю там так же, извинишься? На ланд ты придешь? Я извиняться перед тобой не буду, потому что ты игрался в том. Ты что-то будешь делать на лане с тех, кто допустит. Удачи. Давай, пока ты забанил. Удачи. Не играл он софтом. Ты покраснел, малыш, тебя спалили. Понятно, потому что... Ты покраснел, тебя спалили. Как это, ты что не видишь? Что ты сидишь сейчас? Четыре тысячи человек должны знать, как ведут тебя типа читеры, подлые читеры. И они должны быть такие, какие ты. Должны быть наказаны. И вот ты за свое наглое вранье будешь наказан. Счастливо. Ребят, если вы думаете, что я показал какую-то фигню, и вы не доверяете мне, то вы имеете на это право. Но все знают, что парень читак, я вам показал действительно доказательства. Все, кто будет читерить, мы будем к ним жестко привзято относиться. Я парню говорю, Элиану, что вот ты, я как бы ручаю за тебя, но смотри, если ты меня обманешь, то будут серьезные последствия, потому как ты меня подставишь. А что он сказал? Да, я все понимаю, конечно же. Ну и после чего я начинаю комментировать. Конечно же, есть где-то записи на твиче, если вам интересно, можете послушать. Как я сижу, на хорошем настроении идет мой турнир, комментирую эту игру и говорю о том, что, боже мой, что творит этот парень? Он дает какие-то безумные фраги. Я говорю о том, что нам нужны такие таланты. Я без задней мысли, думаю, ну парень поклялся, я не знаю, он и вроде как бы вот явно таких вот читов на ней не видно. Почему он вообще должен быть читером? Вот я ему как бы вот просто вот поверил и все остальное. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок